Ознакомительная комиссия во главе с Башканом посетили виноградные плантации города Вулканешты. Руководителем агрохозяйства является Степан Паруш. Сельхозпредприятие выращивает 200 гектаров винограда разных сортов. В своей работе аграрии используют современные технологии. Они одними из первых начали использовать капельное орошение в выращивании винограда. Современный подход позволит собрать в разы больше урожая, считает руководитель сельскохозяйственного предприятия Степан Паруш. В результате прошлогодней засухи агрохозяйства села Итулея больше всего пострадали. По первой и второй группе хлебов не получили урожай. В этом году 1400 гектар подсолнечника посеяно. Агроном сельскохозяйственного предприятия села Итулея Виталий Манзул отметил, что погодные условия не повлияли на подсолнух. Весь комплекс мероприятий, которые мы должны делать по защите против сорняков отработали, против болезней тоже. Сенсекционер тоже сделали все как положено. Сейчас уже ждем следующую операцию. Будем весить подсолнечник, будем подкармливать очень много подсолнечника. И начали с ранней весны, но все равно поэтапно посеяли, так и будем убирать. Как отметил глава агропромышленного комплекса Гагаузии Андрей Димитрогло, в этом году выпали хорошие осадки, что благоприятствует выращиванию озимых культур винограда. Они находятся в очень хорошем состоянии. В нашей зоне, я всегда говорил, в Баджахской степи, любое упадение осадка – это благо, мы радуемся ему. Все нормально. Даже было немножко болезни на подсолнечнике, но хозяйства быстро справились. Некоторые поля удалось пересеять, там тоже будет урожай. Ситуация на сегодняшний день прекрасная. Башканка Гагаузии Ирина Влах в ходе встречи с аграриями подчеркнула важность внедрения передовых технологий в сельском хозяйстве. При этом она отметила, что в области сельского хозяйства не хватает специалистов. По завершению объезда полей комиссия во главе с Башканом Гагаузии Ириной Влах дала высокую оценку состоянию полей и выращиваемым культурам. Марина Топал, Зинаида Канцер, Григорий Ставилов, Мария Казаку, ГРТ Новости.